Эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном 12-13 февраля, приведшая к гибели четырех армянских военнослужащих и ранению одного, еще раз подчеркнула нестабильность текущего перемирия между сторонами конфликта и отдаленность сторон от достижения реального мира. Этот кровавый инцидент также вызвал опасения о возможности новой крупномасштабной военной эскалации на границе. Такие опасения высказывали некоторые эксперты, особенно в свете затянувшихся усилий по урегулированию конфликта при участии западных посредников и после победы Ильхама Алиева на президентских выборах. Армянский политолог Давид Арутюнов рассмотрел причины последних столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном, а также выразил свое мнение относительно целей и задач Азербайджана в контексте отношений с Арменией. Арутюнов. С чем связана новая эскалация на армяно-азербайджанской границе? Это чисто локальный инцидент или прослеживается связь с нынешней стагнацией переговорного процесса? Пока не ясно, идет ли речь о локальном инциденте, или же Азербайджан таким образом запускает новый виток эскалации. Вероятно, в ближайшие дни ситуация в этом плане прояснится. В то же время, уже сейчас обращают на себя внимание подчеркнуто несоразмерные действия азербайджанской стороны, даже если предположить, что версия Баку с ранением азербайджанского военнослужащего соответствует действительности. То есть даже если речь идет о локальном инциденте, Баку стремится продемонстрировать свою способность действовать с позицией силы в отношении Армении. Насколько обоснованы ожидания новой эскалации на передовой после удачных для Эльхма Алиева итогов президентских выборов в Азербайджане? Результаты президентских выборов в Азербайджане могут сыграть определенную роль, предположительно укрепив позиции Алиева в случае усиления давления со стороны Запада. В то же время главные системные факторы, которые могут толкать Баку на эскалацию, связаны с благоприятным для азербайджанской стороны соотношением сил между Арменией и Азербайджаном, а также уже отработанной схемой капитализации военного давления в политические уступки Еревана. Пока эти факторы сохраняются, остается и вероятность новой эскалации различных масштабов и интенсивности. Ее вероятность также растет с учетом приближения весны, которую Азербайджан уже который год использует для военной активизации на границе с Арменией. В то же время нужно отметить, что особенно крупные действия Баку, как правило, привязывает к определенным глобальным процессам, которые призваны отвлечь внимание основных центров силы от региона. Мирный процесс при посредничестве ЕС и США уже несколько месяцев находится в пробуксовке. Есть ли возможность возобновить переговоры при посредничестве Москвы? По крайней мере, о такой возможности заявляют российские высокопоставленные официальные лица. Думаю, что основным фактором, способствующим пробуксовке мирного процесса, на данном этапе является не столько проблема тех или иных площадок переговоров, сколько определенное ужесточение позиций Баку в начале этого года, а также давление Азербайджана на Ереван с целью продолжения переговоров без посредников. Как видим, армянская сторона пока не идет на это, также для Еревана на данном этапе невозможно принятие всех требований Баку в рамках мирного процесса. Как бы вы объяснили политику официального Еревана на нынешнем этапе армяно-азербайджанского урегулирования? Насколько она эффективна для достижения мира с Баку? Основная проблема с эффективностью курса Еревана связана с тем, что в рамках переговоров стороны преследуют разные цели. Стратегия армянской стороны после войны 2020 года была основана на подходе, согласно которому Ереван идет на определенные уступки Баку, в обмен получая стабилизацию отношений и более или менее мирное сосуществование. Такой подход известен из мирового опыта, но возможность его реализации предполагает четкие границы этих уступок и требований, чего в случае с Азербайджаном, как видим, нет. Баку явно стремится доминировать в отношении Армении, открыто ограничить ее суверенитет, а также не допустить восстановления ее военного потенциала. Эти факторы приводят к регулярному военному давлению на Армению, а также постоянным модификациям и расширением пакета требований Азербайджана. Вы видите возможность мирного существования Армении с Азербайджаном и Турцией под патронажем Запада. Безопасное существование Армении с современной Турцией и Азербайджаном возможно либо на основе баланса сил между сторонами, что невозможно в рамках регионального уравнения, включающего в себя Турцию, либо при наличии неких внешних силовых гарантий и военного присутствия. Как видим, США и ЕС в настоящее время не готовы предоставить такие гарантии, что и предопределяет неэффективность такого сосуществования под указанным патронажем Запада. При этом нежелание Запада предоставлять такие гарантии, скорее всего, сохранится в обозримом будущем. Насколько эффективны предпринимаемые армянскими властями меры по реорганизации системы безопасности Армении? Как бы вы описали эту новую систему? В условиях определенного кризиса российских гарантий Ереван стремится диверсифицировать систему безопасности Армении. Этот процесс происходит на двух уровнях. Первый – политический, в рамках которого власти Армении стремятся включить страны Запада в систему гарантирования безопасности Армении. Низкая эффективность этих мер связана с явным нежеланием Запада предоставлять реальные гарантии, связанные с военным присутствием в регионе. США и ЕС пока ограничиваются заявлениями и декларациями, которые Баку успешно игнорирует. Параллельно в рамках этого курса были ухудшены отношения с Россией, что также не сказалось положительно на безопасности Армении, учитывая ее экономическую и военную зависимость от Москвы. Второе направление главным образом связано с попытками диверсифицировать источники поставок вооружений, в основном за счет закупок в Индии и Франции. Данный курс наряду с преимуществами получения западных технологий, отсутствия зависимости от одного поставщика, несет в себе и риски, связанные главным образом с трудностями при интеграции новой техники в уже существующую систему вооружений и логистическими сложностями, характерными для любой армии, с диверсифицированной системой вооружений. Также сохраняются сомнения относительно надежности вооружения индийского производства и способности ВПК Индии к долгосрочному обеспечению поставленной техники. В то же время важно отметить, что основная проблема в сфере военного строительства Армении в настоящее время связана с критическим отставанием интенсивности, темпов и сроков реализации мер в этой сфере от существующих вызовов.